У нас будет проповедовать сейчас старший крест-питер Тюмень, Шестаков Евгений. Пожалуйста, бра, благословенный исход. Дорогие друзья, скажем славу Господу. Действительно, это чудесный, благословенный момент, когда мы все собраны при лице Господе. И собраны не просто в рамках обычного служения, но это служение для нас особенно необычным является, потому что мы собрали здесь большинство и части служителей Божьих для того, чтобы нам прославлять Святое Имя Божие, для того, чтобы нам назидаться друг от друга, для того, чтобы нам что-то, может быть, поправить в нашем служении Господу и следовать за Ним. Вы знаете, однажды меня посетила такая мысль, вообще, что собой представляет наше слабое служение. Мы очень часто говорим о себе, что мы являемся служителями Божьими, что мы служим Господу, и как наиболее просто выразить наше служение, суть нашего служения. Что мы делаем для Господа? Вы знаете, в Священном Писании есть одно очень интересное сравнение нашего служения с жертвой и приношением Господу. И вот, знаете, говоря о жертве и приношении Господу, наверное, в этом содержится очень важная, истинно для нас очень важный секрет нашего с вами успешного служения, нашего хождения. Но говоря о жертве, говоря о приношении, говоря о нашем служении, мы с вами можем видеть, что и в этом вопросе не все так просто для нас. Когда мы говорим о жертве, то чаще всего при глазах наших возникают некие картины Ветхого Завета, но всегда принцип жертвы, который был в то время, это человек что-то приносил при лице Божье, он не мог явиться при лице Бога с пустой людьми, он что-то приносил Богу в тот момент, когда он каялся пред Богом за свои грехи, когда он переживал радость, когда он собирал урожай. И вообще с Богом было связано, с жертвой что-то отнимал от себя, от того, что он имеет. И, вы знаете, как-то в свое время, читая Ветхий Завет, читая Твоего Бытия, я нашел слова в Священном Писании, которые мне показались интересными, когда Яков после встречи с Богом сказал ему слова о жертве Господи, «Из всего, что ты дашь мне, я дам тебе десятую часть». «Я отдам тебе десятую часть». Вы знаете, сначала меня эти слова, ну, как бы, с какими-то удивили, даже отдохновили, а потом я задумался, насколько правильный у нас с вами подход к словам, которые некогда сказал Патриарх. Задумайтесь, да это он сказал Богу Господу, если ты сохранишь меня, если ты благословишь меня, если я в мире вернулся, из всего, что ты дашь мне, заветите, из всего, что ты дашь мне, я дам тебе десятую часть. И я почему-то подумал, что если бы мой сын попросил у меня, ну, какую-то сумму и столпа, «Папа, если ты мне дашь, то из-за этого я верну тебе десятую часть». И поэтому, говоря о ветхозаветной жертве, есть очень интересное место в послании к евреям, это десятая глава, и отвести, «Посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел». Бог говорит, жертвы и приношения не восхотел. Когда Христос вошел в этот мир, я думаю, что Ему, как Царю Царей и Господу, Господствующим, как Владыке Вселенной, у Него все. Но вот смотрите, Богу Отцу, Он не восхотел, жертвы и приношения. Почему? Потому что громадное количество этих жертв и приношений, которые были, вверхозаветное время, они не могли уничтожить грех, они не могли изменить природу человека, они не могли изменить его внутренность, его отношения к греху, его отношения к жизни. Вы знаете, сидит очень интересный образ в Священном Писании, когда Христос, описывается в Евангелии от Марка 12 главе 41 по 44 стих, когда Христос, находясь в Иерусалимском храме, сел у сокровищницы, смотря кто что уложил. И вот это очень интересная идея, которая, наверное, с чем-то созвучна вообще с идеей жертвы новозавета. Все, кто подходил к имени сокровищницы, ложили, заметьте, вот избытка своего, у них было много, и они ложили. Ну вот подошла, наверное, вдова, и, вы знаете, она положила, по сравнению с тем, что ложили все остальные, почти ничего. Две липы, что это такое по тем временам? Их, наверное, были сокровищи, вы и не заметили. Но для нее эта жертва была очень важной. Заметьте, друзья, она положила все пропитание свое, какое имела. Она от себя была жертва, это всегда, ну как один человек, слава себя, больно. От себя отнимаешь что-то, не от избытка, не от того, что у тебя много, но ты отнимаешь от себя что-то очень важное. Она осталась голодной в этот день. То есть она положила все в свое пропитание. Когда мы говорим о нашем с вами служении, о успехе нашего служения, о нашей жертве Богу, то вы знаете, на сегодняшний день, наверное, может согласиться со словами брата Петра, что да, действительно, христиане веры евангельские, евангельское движение, которое предстает, говорили на иных языках, это самая быстро растущая динаминация. Это правда. Но, друзья, давайте мы зададим свой вопрос, а почему все-таки наше служение не является столь славным, каким оно было в одни апостолах? Может быть, что-то изменилось, может быть, изменилось наше с вами отношение, может быть, мы не жертвуем Богу? Сказать так было бы неправильно, мы что-то отдаем Богу. Но это жертва очень часто походит на то, что было во времена Ветхого Завета. Мы даем от того, что у нас есть, от того, что у нас уже есть много, и мы от этого отделяем часть. А вот та женщина, та бедная вдова, она положила все. И вот смотрите, Христос, возвращаясь в послание к евреям, говорит, такие, знаете, слова очень интересные. Посему Христос, сходя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел. Дальше слова. Но тело уготовал мне. То есть нужно было, чтобы Иисус Христос приняв человеческое тело, став человеком, кроме того, что он Бог. Придя в этот мир, вот это все свое, что у него было, он расточил, он отдал. Всего самого себя, не часть, не от избытка своих богатств, но всего самого себя. Иисус Христос очень важен, потому что, когда мы смотрим на него, на его жертву, мы видим, что эта жертва была полная, она не вмещает себя, вот, скажем так, даже собрать все ветхозаветные жертвы, она намного больше их, потому что даже когда в ветхозаветное время приносили самые большие жертвы, это всегда была какая-то часть. Но Христос говорит, «Тело уготовало мне». И вы представьте себе суд служения Иисуса Христа, когда Он пришел в этот мир. Для чего Он пришел? По сути, мы можем много сказать целей, которые будут правильнее, для чего Христос приходил в этот мир. Но по сути, Он пришел отдать самого себя, не то, что у Него было, в избытке, вы знаете, еще на Писании говорится Господне серебро, Господне золото, у Него, у Него было было в распоряжении вся Вселенная, но им нужно было Ему отдать самого себя в жертву за нас с вами. Это очень важно. И Христос говорит, «Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано, а мне исполнить волю Прихожью». Друзья, нам с вами не дано знать, ну, когда и как закончится наша жизнь. Я думаю, что каждый из нас, периодически читая Священное Писание, обращаясь в библейской, христианской истории, вспоминает те страдания, которые были, кто-то их перенес. Друзья, но тем не менее, жить с осознанием того, что завтра ты пойдешь на крест, друзья, это не очень приятно. но это важно. Это очень важно в нашей жизни. Не частицу нашей жизни, не 50%, не 99%, а всю нашу жизнь от дарьи Бога. Мы, друзья, в своей жизни можем быть очень эмоциональными и, скажем так, пережить, такие, знаете, благословения в нашей жизни очень эмоциональные. мы можем сказать, вот это было хорошее служение, в котором мы были. Мы в нем назидались и мы о нем помним. Друзья, ну, по сути, если мы посмотрим на Слово Божие, на Священное Писание, прише всего Новый Завет, мы видим, что наше служение, наша жертва, это должна быть вся наша жизнь. Не какое-то мгновение нашей жизни, не какое-то особенное богослужение, хотя это тоже важно, но вся наша жизнь без остатка всех целых должна быть посвящена Господу. Вы знаете, когда апостол Павел, мы читаем в книге Деянец этих апостолов, когда Бог восстановил этих Дамас, вы знаете, он не особенно советовался, он не принимал каких-то, знаете, на весах каких-то вот таких решений, которые он иногда задумал. Он сказал Господи, что ты повелишь не делать? Это простой вопрос. Он полностью отдал в себя. И дальше в его жизни была одна цель идти за Господом, служить Ему, совершать это священно действие Богу. Сейчас служение может быть очень эмоционально, но эмоции проходят. А наша жизнь Богу, насколько она посвящена, сколько мы в своей жизни, будучи служителями Божьими, сколько мы отдаем Богу, сколько мы жертвы, можем жертвы как избытка. У меня есть 24 часа в сутки, сколько из них я отдаю Господу. У меня есть 360 с лишним дней в году, сколько из них я отдал Господу, как христианин, как служитель. Это тоже очень важно. Вы знаете, послание к римлянам апостол Павел пишет, обращаясь к верующим и говоря, такие слова, которые для нас могут показаться немножко странными. Он говорит о жертве. Он говорит вообще о жертве нашего с вами служения. Он говорит о нашем отношении с Богом. Христианин это тот, кто идет за Христом а служитель, это должен быть несколько больше. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим. Апостол Павел умоляю вас. Он видел в то время проблему, в которой мы сегодня очень часто оказываемся и выхода у нас иногда, апостол, мы его можем не видеть, мы можем, ну действительно, справедливо говоря, мы можем где-то заниматься ремлигацией какими-то политикой, какими-то отношениями, еще чем-то, чем-то личным, чем-то неважным. А важно, скажем, что в Священном Писании, кто мы есть перед Богом. И так умоляю вас, братья, милосердием Божьим, пишите, от пустого права. Смотрите, друзья, предоставьте тела ваши в жертву. Мы должны сами себя, свое тело предоставить в жертву. И Господи, с этого начинается наше служение. И это нужно периодически нам вспоминать. Вспоминать нам самим, вспоминать не вспоминать нашей церкви. Очень часто возникает проблема, когда, проводя собрание по местной церкви, если так, то, может, кто-то из вас обращал внимание на нужды, которые заявляются народом, с чем человек приходит при лице Господа. Вы знаете, очень много, очень по многому мы нуждаемся. Единственное, кому нам идти? Мы просим у Него здоровья, мы просим у Него благословения нашим родным, мы много чего просим. Чаще всего наше отношение с Богом начинает строиться по такому принципу, когда у нас есть какая-то проблема, мы начинаем плакать, мы начинаем скучать в небо, мы начинаем поститься, мы начинаем молиться, мы начинаем взывать к Богу и, друзья, мы получаем ответы от Него. Но Священное Писание говорит, что наше служение, и так умоляю вас, братья милосердием Божьим, предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благомоленную Богу для разумного служения вашего, говоря о нашем с вами свяжении. Апостол Павел говорит, мы должны предоставить себя в жертву, мы должны пожертвовать с собой. И если мы в этой жертве мы не испытываем какого-то, я бы так употребил такое слово, какой-то дискомфорт от того, что мы жертвы, друзья, это не жертвы, это даже не часть, это то, что мы положили от избытка, это то, что мы отдали от избытка, у нас много, и мы что-то отдали. в нашей жизни, когда мы начинаем жертвовать в нашем служении, это всегда определенный дискомфорт, это всегда нужно от чего-то отказаться. И самое сложное отказаться от своих амбиций, от своих взглядов, от своего я, в конце концов от своей жизни. Друзья, к сожалению, многих христиан в мире есть один самый любимый человек, которого они любят и которому по сути служат, к сожалению, это он сам. В Писании ведь никто никогда не имел ненависти к своему телу, никто никогда не имел ненависти к себе. Но заметим еще раз, обратимся к тому пославу к евреям, где апостол Павел говорит, Христос, входя в этот мир, говорит о жертве, жертве и приношении к небес хотел, ты уготовил тело. Вы знаете, мы идем теми же самыми следами за Христом. Нам с вами уготовано тело. Бог ему дал нам как инструмент нашего с вами служения. Когда мы предоставляем это тело без остатков все цело. Иван Герри от Марка последний, последний 16-й последний глава, там приводится то великое проучение Христа и Христос говорит, что верующие будут сопровождаться и знамени и счислять. Много знамений. И на сегодняшний в этих знамениях мы тоже можем быть мы хотели бы, чтобы в наших церквях вот эти знамения были, Бог являл своей славой, являл свои чудеса. И за это есть очень хорошая фраза. И они пошли. Друзья, и они пошли. А как они пошли, мы знаем из этого священного писания. Как пошел Павел, как пошел Петр, как пошли другие апостолы, как они пошли, мы видим из священного писания. Друзья, когда человек в своей жизни начинает идти за Господом, не оглядываясь на что-то иное, словами, записаны в Евангелии от Марка, они становятся реальностью в нашей своей жизни. Они пошли и проповедовали Евангелие, и Бог подкреплял их Слово своими свидетельствами, вот этими чудесами, этими знамениями этой своей славы. Но до тех пор, мы в своей жизни от своего не откажемся, пока мы это свое не принесем в свое тело. По сути, самое ценное, что мы имеем в нашей жизни, ведь вспоминали уже, то есть мы так вспоминаем о книге Иова. Вы знаете, один из очень больших экспертов по человеческой душе, вообще по человеку, Сатана сказал, кожа за кожу, а за жизнь свою человек отдаст, друзья, все, что он имеет. И это справедливо, это самая большая ценность, у нас есть. И вот пока мы свое тело, пока мы самих себя полностью не отдали в жертву, пока мы самих себя не положили на этом жертву и всесожжение, ничего не произойдет. Мы можем много говорить в служении, мы можем говорить красивые слова скафедрами, мы можем иметь любые винования, мы можем себя называть христианом, друзья, но ничего не будет, пока наша жизнь, пока мы самих себя не предоставим. жертву. В той же постам же посланник имелем 12 главе написано, как говорится, говорится в этой жертве написано дальше. И как подальна нам благодать имеем различные дарования. Друзья, с чего это все начинается? Мы с вами знаем, мы это читаем, мы об этом проповедуем, но проповедуем, говорить и друзья, жизнь и вещи разной и периодически каждый из нас сталкивается с этой проблемой, когда становится себя жалко. Когда становится жалко себя. И тогда мы теряем. Вот это общение с Господом. В сердце появляется какая-то тоска об этой близости с Господом. А на нас, на служителей за эти смотрят на Бог. Он ожидает, что мы не просто расскажем людям о Евангелии. Друзья, не просто расскажем. Мы на сегодняшний режим в то время, когда о Боге говорят очень много, когда о Христе говорят очень много. И этому миру уже сказано очень много. Написано в латвии, написано много каких-то произведений, много сказанных, здесь очень мало показано. К сожалению, очень мало показано. И мы сейчас стоим вот буквально перед этим выбором в нашей с вами христианской жизни. Как мы пойдем дальше? Как мы будем служить Богу дальше? Что мы вынесем с этой конференции каждый из нас? Священное Писание говорит предоставьте самих себя. Христу было готово на тело. И Он сказал я иду исполнить волю Твою Божию. Сегодня хочет этого от нас Господь. Я в это верю. Он тоже приготовил нам тело. Он дал его нам как инструмент для нашего служения. Вся наша жизнь без оставки, не часть, даже не 99%, вся наша жизнь должна принадлежать Христу. Не только на словах. В нашей жизни это должно совершиться. И тогда вот эти чудеса, эти знамения, эти благословения, я верю, будут излить обильно на нас с вами, на Церковь, на народ Божий. Пусть Бог всех нас благословит и даст нам жажду и верность в Собиде. Аминь. Давайте совершим молитвы.